Российская армия выпустила десятки ракет по городам Украины. Другие ракеты российской армии повредили здания колледжа и гимназии в Николаеве. Я тут працювала уже около 20 лет. Очень больно видеть, что осталось. Наверное, что оно подходит ремонту. Очень больно все управление. Потому что эта будильня всегда была радостная, я встречала детей. Теперь одни развали. Обстрелу подвергся также Никополь, это Днепропетровская область. По данным властей, повреждены 14 жилых домов, детский сад, аптека и магазины. А возле города Марганец перебита линия электропередач, которая питала насосную станцию. Десятки тысяч семей остались без воды. Удары по промышленным объектам армия России нанесла также в Краматорске Донецкой области. Об этом заявили местные власти. Ну а в Киеве полностью восстановили энерго- и водоснабжение после вчерашней атаки России. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Вчера российская армия выпустила по Украине 50 ракет. 44 из них сбили системы ПВО. Остальные повредили объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях. Российские ракеты в частности попали по энергообъекту, который обеспечивает подачу света для 350 тысяч квартир в Киеве. После обстрела 80% города остались также и без воды. Виталий Кличко рассказал, что спасатели работали над восстановлением подачи света и воды в Киеве почти сутки. При этом, по словам мэра, плановые отключения электричества в городе все же будут из-за дефицита в энергосистеме. Сегодня в украинскую столицу с визитом прибыла еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон. Она заявила о необходимости увеличить поддержку энергосектора Украины после массированных российских атак. На Ферсонской области из своих домов выселяют около 70 тысяч жителей. Назначенное Москвой, местные власти называют это эвакуацией и предлагают уезжать в Россию или аннексированный Крым, якобы из-за возможного затопления 15-километровой зоны у Днепра. Оккупационные власти утверждают, что ВСУ могут нанести массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. Однако Киев ранее категорически отвергал такие заявления. Украинские чиновники говорят, что дамбу заминировали еще весной российские военные. В Генеральном штабе ВСУ утверждают, что сейчас людей в Херсонской области выселяют, чтобы их дома могла занять российская армия. А вокруг, по данным Генштаба, они сооружают укрепления. В Херсонской области проходит одна из линий фронта. Украинская армия освобождает территорию, которую Россия захватила еще в начале войны. ВСУ уже заняли ряд поселков на севере региона и продвигаются в сторону Новой Каховки и Херсона. То есть, как раз к прибережной части реки Днепр. Указа о завершении мобилизации в России не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков. По его словам, российский президент, цитата, посоветовался с юристами, после чего в Кремле пришли к выводу, что издавать дополнительный документ об окончании частичной мобилизации не будут. Но журналисты отмечают, что согласно закону, мобилизация в России может завершиться только при подписании соответствующего указа президентом страны. Напомню, накануне об окончании мобилизации вслед за Министерством обороны заявлял и Владимир Путин. Сергей Шойгу отчитывался, что на фронт в Украину уже якобы отправили 87 тысяч мобилизованных россиян. А вот уклонистов от поездки на войну в России вскоре могут ждать штрафы до 500 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 5 лет. Такой законопроект разработали депутаты «Единой России». Подробности российскому агентству «Интерфакс» рассказал один из авторов документа, Эрнест Валеев. Документ планирует вскоре внести на рассмотрение парламента. Тем временем в России начался осенний призыв в армию. Минобороны уверяют, что этих срочников на войну не пошлют. Хотя аналитики Американского института изучения войны допускают, что новобранцев все же отправят воевать, но позже, после того, как они пройдут подготовку, то есть весной следующего года. Правозащитник Сергей Кривенко обратил внимание, что сейчас нет документа, который запрещал бы Минобороны отправлять срочников на войну. Тем более ранее российское командование уже отправляло срочников на фронт в Украину. Немецкие и швейцарские политики обменялись колкими заявлениями из-за поставок боеприпасов Украине. Германия просит разрешения на реэкспорт снарядов к своим зенитным установкам «Гепард». Швейцария, как страна-производитель, его пока не дает, ссылаясь на политику нейтралитета. Об этом пишет газета Financial Times. Ранее Берлин передал Киеву зенитные установки и теперь хочет отправить в Украину 12 тысяч снарядов швейцарского производства. Они были куплены Германией еще несколько десятилетий назад, но швейцарские власти имеют право вето на перепродажу или передачу боеприпасов. И передача снаряда в Украине нарушит принцип нейтралитета во внешней политике государства, считают в Берне. Официальный ответ швейцарцы еще не дали, но некоторые немецкие политики уже призвали в случае отказа перестать покупать оружие у этой страны. В ответ лидер правопопулистской швейцарской народной партии Марко Кьеза заверил, что вмешательство Германии в политику других стран всегда заканчивалось не очень хорошо. Ну и к другим новостям. Полиция в Сеуле признала ошибки после трагедии на Хэллоуине. В ведомстве рассказали, что им было известно о большом количестве людей, но достаточных мер по обеспечению безопасности принято не было. Напомню, три дня назад на празднование Хэллоуина в центре южнокорейской столицы собрались около 100 тысяч человек. В узком переулке началась давка, погибли 156 человек, в том числе 26 иностранцев. Среди погибших четыре гражданки России. О проведении праздника не было заявлено официально, поэтому ни полиция, ни службы безопасности местных властей не контролировали толпу систематически. И в этот день в квартале находилось всего 137 полицейских, указывает агентство АФП. Хотя в Южной Корее действуют жесткие правила безопасности на массовых мероприятиях. Иногда это приводит к тому, что на демонстрациях полицейских больше, чем участников. После произошедшего в Сеуле власти объявили национальный траур. Как и полиция, свои ошибки признали власти. Я навестил человека, у которого в больнице оставалась 20-летняя дочь, и вчера передал ему слова утешения. Но сегодня утром я узнал, что его дочь скончалась. Я сожалею, что мы не попросили прощения раньше. Отныне мы будем делать все возможное, чтобы тщательно следить за безопасностью во время массовых мероприятий. Мы также разработаем особые рекомендации совместно с правительством. Мы обязательно примем меры, чтобы такие разрушительные несчастные случаи никогда не повторились. Все, что успеваем рассказать вам к этому часу. Меня зовут Евгения Токарь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok